Всем привет! Привет, друзья! Мы, кстати, ребята тоже первый раз, поэтому было бы круто, если бы сейчас… Спасибо всем! Меня зовут Женя, я фрилансер, иллюстратор и делаю два игрушки инди. Это мой товарищ, с которым мы сделали этот проект. Он про себя сейчас расскажет. Да, я Миша, фамилия у меня не Петрик, но я ее поменяю на Петрик скоро. Я не из студии, кстати, Петрик, как сказали. В общем, Женя на самом деле старые друзья, и это на самом деле история такая очень классная. Я вам советую проекты делать со своими друзьями. Напрасно все говорят, что нельзя делать проекты с родственниками и с друзьями, потому что на самом деле это очень круто. у вас есть общее прошлое, и оно мотивирует вас на будущее. И Женя нереально крутой пиксель-артист. Нас, кстати, обоих отчислили из нашего института. Из нашего института мы учились вместе. Привет моим преподавателям. Да, мы из Ростова. Из Ростова-на-Дону. Такой опасный очень город. Не приезжайте туда. Вот. Да. И как бы вот мы тут приехали в Москву и рисуем всякие такие вот штуки. Вот. Кино и 8-бит. Почему кино и 8-бит? Потому что мы… с чего этот проект вообще начался? Мы просто пошли в кино с Женей. Вот. И после того… Пошли в IMAX, конечно же. Он не был никогда в IMAX. IMAX. В Ростове нет IMAX. У вас есть IMAX. Вы очень счастливые. Ребят, кто из вас был на Mad Max? Кто ходил в кино? Класс? О! Это круто. Кино класс, да? Нет? Класс? Класс. Вот, да. Ну, кино, мне кажется, нереально крутое. И именно потому, что оно нереально крутое, мы пришли домой. Сели на кухне. Вот. Начали фигачить. Да. И вот. Это на кухне после просмотра фильма. Возможно, это тоже кого-то вдохновит на то, что просто берите, короче, и делайте. Пофигу, умеете вы, не умеете. Просто берите, делайте. Уже не был не такой большой опыт перед этими картинками в пиксель-арте. И это просто любовь к, не знаю, к простоте и, на самом деле, к этому фильму, к стилистике этого фильма. Это просто были крутые тачки. Ну да. Там крутые тачки. И решили просто взять и по приколу нарисовать одну. Но потом это немножко выросло. Мы потом покажем, во что это выросло. Еще, ребят, один вопросик можно задать. Кто из вас видел вот эту хрень, которую мы тут показываем? Ух ты! Класс. Класс. Мы не зря сидели. Вот, да. Ну, значит… Попрыгать. Да. Значит, в первую ночь это была вот эта картинка. 21 мая в прошлом году. И потом вот буквально через пару дней мы сделали эту. Миша. Она, на самом деле, супер простая. По сравнению с тем, что мы делали каждую сложнее делали. То есть тут буквально чуть-чуть крутится всяких штучек. Вот. Можете обратить внимание, как у них головы. Да. Но мы уже кайфанули, что все так просто. И, блин, нам так это понравилось. И в этот же день выложили. И кстати… К 21-го год назад. Короче, так получилось, что реально год назад мы нарисовали эту штуку. Вот. Я не знаю, как так получилось. У нас с тобой годовщина, дорогой. Это реально. Только сегодня проснулись, посмотрели, что ВКонтакте запостили. Ровно 21-го мая. Вот. И у нас так… А, сейчас у нас… Сейчас у нас про пиксель. В общем, мы… Я где-то год назад начал заниматься пикселем, так как получил фейлы сплошные, как digital-художник. Кстати, сюда меня тоже не взяли. Боссы. Тут спортзал у них видели. Круто. Но я начал пикселем заниматься и за год мы кое-что добились. И хочу сказать, что пиксель – это раньше было какое-то ретро. Сейчас те дети, которые играли все эти игрушки на Nintendo и прочее, стали такими бородатыми дядьками, как я. И пиксель, я считаю, вырос за рамки ретро-гейминга, да, то есть фанатов всех этих. И сейчас он есть даже на… Можешь показать… Даже на деньгах. Даже на деньгах. Я, кстати, думаю, мы бы лучше могли сделать. Это исландский или Дания или… Градиентов многовато. Мы не знаем, извиняюсь. Естественно, я даже не знаю, но это вообще, кстати… Это вот, блин, вообще капец. Я год назад не мог понять, кому можно предлагать пиксели. Я, блин… А сейчас… Блин, вот это очень круто. Это здорово. На самом деле я эти две картинки поставил, сказать о том, что пиксель-арт – это не стилизация под игры. Вот. На самом деле это просто супер минималистичный, не знаю, не вид искусства, а стиль искусства. Ну, то есть… Это отдельная стилистика самостоятельная. Мозаикой выкладывали. Вот. И, собственно, мы продолжаем выкладывать в интернете мозаику. Вот. Давай дальше. Затянули. Сейчас, секунду. Я еще хочу сказать, что Женя, когда приезжал в Москву, почему он, собственно, начал… По-моему, у меня не заниматься пиксель-артом. Я ему сказал, что… Я просто работал арт-директором в рекламе. И я ему сказал, сколько стоит иллюстрация одна из пиксель-артовая. Вот. И он офигел, что вот за каждый пиксель там определенная сумма выходила. Вот. И, собственно, я думаю, что поэтому… Да, мне было в это сложно поверить. Ладно, пойдем дальше. Вот. И после того, как мы загрузили первую картинку, мы подумали, что надо делать, конечно же, проект, потому что машин много. Надо нарисовать все. Их там штук 25. Было дофига, да. Причем нам сказали, что совершенно не стоит постить вот таким макаром. То есть надо либо все выкладывать вместе, чтобы получить… А, да. Наш знакомый, который очень популярный на дрибле, на Behance, он нам сказал, что никогда не выкладывайте что-то недоделанное. Да. Но мы выложили. И… А мне почему-то показалось, что, блин, это же игры. И когда ты еще машину не открыл, когда играешь, то, может быть, сделать как раз такую штуку, что coming soon, или там, может быть, какая-то еще закрытая тачка, которую ты скоро откроешь. Вот это играешь ради следующей крутой тачки. Да, да. Это мотивирует. И мы решили это применить в нашем… Вот, я с ним посоветился. Он супер популярный дизайнер. Вот. И он сказал, что не делайте так, потому что это будет провал. Никому не интересно смотреть на что-то недоделанное. Вот. И, ну, он оказался неправ, потому что, блин, просто все повалили и смотреть, и ждать, когда уже вы выложите гитарист. Спрашивали про конкретные модели и что будет дальше. Вот. Продолжили. В принципе, это самое простейшее, что интересно. Да. Это, кстати, вот такие картинки с синим фоном, с оранжевым. Это то, что мне присылал Женя, потому что он уехал в Ростов. Я остался в Москве. Миша сказал, что это трэш. Да. И он мне присылает такое, вот. И, да, кстати, еще что всего 4 кадра. Вот они, 4 кадра. Вот и она жила. И вот такие. Так они выглядят, что я рисовал Женя. И так они выглядят чуть-чуть там поярче, чуть-чуть там всякие штучки. В общем, применил свои пятиошные навыки. Да. Вот. Ну, после интерцептора следующая машина. А, это мой байк. Знакомьтесь. Да. Женя обожает мотоциклы. Это его дикая страсть. И, наверное, поэтому… Ну, вообще его страсть – это гранж. И поэтому просто вот мы вцепились в эти машинки и рисовали их с искренней любовью. Что, наверное, во-первых, дало нам так много сил, чтобы заниматься этим. Так как это не спонсируемая вещь. Просто рисуем и рисуем. По фану. Вот. Да. И он обожает мотоциклы. Включи мотокрыс, чувак. Он ездит в лес, куда угодно. Чуть-чуть расскажи. Включи мотокрыс, чувак. Я хочу показать мотокрыс. Вот. Это от слова… Мы придумали… В фильме не называлась эта банда никак. Мы им придумали название, потому что байки, которые у них были… Это ред байки. Это когда чуваки снимают все и делают байк заточенный… Ну, фактически кастом, но такой… Постапокалипсис. И вот такой жестяк. У нас эти чуваки очень смешные. Мы придумали каждому из них отдельные маски. И они очень веселили народ. Подвесочка, как играет. Видите, там вилочка ходит. Маятник. Все очень здорово. Ну, мне нравится. Я доволен. Ну, да. Женя исследовал каждый мотоцикл. Выбирал самый лучший. И, собственно… Да. Тут где-то 100 пикселей. И надо было за них отразить… Там… Выхлоп. Сам двигатель. Карп. Маятники. Вилку. Все это… Да. Но вы можете проследить вообще, как меняется анимация, потому что… Сложняется. Да. Ну, апдейтится. Становится сложнее. Потому что до этого я вообще никогда не анимировал пиксель арты. Я без понятия вообще, как это делается. В какой-то программе это делается. Вот. Все мы делали просто в фотошопе. Вот там где-то были слои. Вот они. Вот, короче, обычными средствами все. Почти что на коленке. Вот. И с каждой картинкой вы можете смотреть, как прогрессирует, как становится сложнее сама анимация. Особенно вот видите пальчик. Подожди, можешь обратно? Пальчик у переднего чувака. Да, да. Многим нравится. Да, это самое главное. Ну, всегда в любой композиции должна быть самая главная деталь. Конечно, пальчик. Мелкая, но она работает. Да. Вот. А это, например, процесс как делался. Нам повезло. Нам Миллер прислал… Женя позвонил. Да. Режиссер фильма. Говорим, нужны рефы, чувак. Да, да, да. И он нам прислал такие мошенники… И дальше, давай, сразу, сразу, сразу. А, выше. А это в анимации. Ага, вот, кстати… Вот так, кстати, можно… А, кстати, 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 смотрите на человечка. Видите, вот человечка как выглядит. Человек. Это Женя меня так присылает, говорит, вот смотри, я нарисовал очень красиво, класс. Я говорю, да ты чего, он вообще супер плоский, ничего интересного, он вообще, ну, короче, не гонится. Ну, да, и взял, нарисовал чувака из Лего. Ну, как бы, мы показываем же динамику, людям должно как-то нравиться, вот. И я, соответственно… Включи, приблизь. Чтобы у него нога была… Приблизь второго чувака. А здесь у него нога, рука. Вот. И… Но, конечно же, когда я перерисовал, я говорю, Женя, я сделал круче тебя, я вообще все нарисовал, я вообще, наверное, все остальное сам дорисую, все славу заберу, вот. У него нет шеи. И нарисовал. Видите? То есть она появляется время от времени? Честно. Но это вот разница стилей. Да. Вот когда Миша начинает рисовать, это… Да. У него нет шеи, у него нет ушей, у него нет, блин… Ну, зато у него классные ноги. Ноги классные. Да, ноги хорошие, и рука классная. И Женя мне говорит, ну это отстой, но мы же ленивые, вот, и поэтому мы… давай дальше. И опять же тоже детальки, антенки. В общем, ну учитывая какой минимал приходится все время делать по количеству кадров, по количеству пикселей, тут не развернешься изображать супер реалистично, приходится работать… Опять же четыре кадра. Опять же четыре кадра. Все в кузове и прочее. Давай дальше. Я не могу больше на него смотреть. Вот, например, это как, собственно, выглядит работа. Я не знаю, может быть, многие уже анимировали, все это прекрасно знают, но вот мы сделали скриншот, показать. Какой бардак, чувак. В каждой папочке там двигатель, ножка его, еще что-нибудь. А групп 2 что такое? Тебя либо дизайнер скажет. В каждой папочке четыре кадра, там все, короче, классно. Вот, да. И потом мы рисуем следующие машинки. Вот так. Ёжик. Миллер прислал машину. Да. Вот так она. Я нарисовал вот эту версию. Да. Миша ее забраковал. Как ты мотивировал, сказал… Не, ну для меня это просто грязно и непонятно. Вот здесь каждый шип, все как-то все-таки видно. Блин, чувак, тут столько пикселей, как можно сделать это не грязно и непонятно. Не, ну это вообще, блин, отстой. Ты посмотри. Я, короче, нарисовал это. Да, я нарисовал вот это. Вот. И заанимировал. Это из Hot Wheels, короче, машины. Да. Не, ну у меня там небо отражается на крыше, прямо видно, как голубой цвет складывается. Ну, короче, вот. И мне Женя говорит, ну, короче, обмотивил меня. Ну, в итоге мы нормально нарисовали. И, в общем, да. То есть и чувачки веселые читаются и вроде не так. Ну, короче… А, ну опять же, с каждой новой картинкой мы думали, блин, ну это уже люди видели, надо как-то… Как-то менять, добавлять что-то. Как-то что-то делать больше, потому что уже как-то шаг назад, это, ну, неинтересно. Это опять же такой маленький совет. То есть добавили прыжок, опять же… Да, и мы добавили просто холмик и он об него бьется, короче. Да. И чуваки там кайфуют по-любому. Да. Да. Да, потом следующая машинка, вот это, кстати, минус. Ну, то есть, например, она там по всяким лайкам и прочим сразу проиграла, потому что… Да. Она скучная. Не такая… Как бы в ней нет такого прогресса, как в предыдущем. И прогресса каких-то характерных деталей, типа пальчика, которые бы… Но зато наконец-таки я научился рисовать. И рефлексы появились. Вот тот чувак, который в кабине, смотрите, какой отстойный. И теперь… О, какой класс. Там свет на нем прям яркий, выжигает. Вот. И опять же этот чувак, у него вообще как будто руку кто-то откусил ему. Ну, все, все. А здесь такой типа… Ну, как обычно, я там слишком что-то цвета много добавляю и, наверное, много… Просто там ветер чувствуется, опять ножку он положил. Вот добавили рефлексы на днище, за которые меня любой пиксель-пурист, вот просто у него кровотечение и несварение желудка начинается. А, ну да, да, да. От количества оттенков. От количества оттенков. Так, она достаточно, как правильно сказать, пуританская. То есть они готовы съесть за любое отклонение от канонов. Но мы тут… Ну, вводили, извиняюсь, болтом по всем канонам и делали, как хотели абсолютно. Да, но нам… Вроде понравилось. Нам… На самом деле, все равно нам главное, чтобы был какой-то драйв, чтобы нам было круто. Если нам классно, может быть, кому-то тоже это понравится. Вот. И пофигу. Вот. Это, например, там Женя рисует следующую машинку. Ну, то есть поняли, я-то ничего не рисую, я просто беру, сжимаю картинку. Ну да. Без сглаживания. И у меня получается… Я не знаю, как так получилось. Да, вот. И Женя… Самая бомба. Это, на самом деле, я тебя прерву. Вот эта штука, она вот прям моя любимая. Ну, вот если бы не Миша не накосячил. Вот сейчас мы покажем, что будет дальше с анимацией. Фишка в том, что тут вот уже здесь можно какой-то характер персонажей. То есть вот эти чуваки достаточно характерны сами по себе, их несложно было взять. Ну, Макса… Ну, маска. Кровава… Это трубка с кровью к водителю. И вот все эти детали уже говорят, если кто-то смотрел, то сразу – вау, вау, вот это же та тачка, на которой Макса распяли. Вот на тех тачках они были скучноваты еще, потому что на них не было распятых людей, всяких таких каких-то живых моментиков. Вот здесь поэтому она моя любимая. Но потом Миша начал анимировать и все испортил. Сейчас мы покажем. Вот на самом деле здесь нет картинок, потому что это с моего компа картинки. И тут как бы итерации больше анимационные. Вот. На самом деле я комментарии Жене тоже давал, но просто он мне их не прислал. И вот. Я тоже был недоволен очень часто его работой. Вот. Ну, как бы вот. И, значит, я проанимировал… Посмотрите на прекрасный огонь из труб. Такое ощущение, что попал песок и выплевывает какую-то странную субстанцию. Я, кстати, посмотрел фильм, скачал на торренте. И там точно так же было. Жене говорит, типа нет, вообще отстой. Полный отстой на самом деле. То есть Макс трясется круто, видите, проводок, все эти штуки, а вот огонь все портит. Тогда я отомстил Мише за то, что он критиковал мои вещи и перерисовывал их со своего этого. И сказал, что типа нет, чувак, это говно полное. Да, он сказал, я не буду следующую машинку рисовать, пока ты эту не доделаешь. А Миша арт-директором был. Для меня это был серьезный шаг его критиковать. Ну… И сейчас мы покажем то, к чему… Вот результат. Да, да, да. Когда критикуешь арт-директоров результат. Да, на самом деле, ну ничего себе естественного, но просто вот как бы все то же самое. Только огонь поменялся. Вау. И да. То есть сразу дьяволь скажешь. Ну просто здесь самый главный момент в том, что на самом деле все люди, мы ленивые. Вот. И нам всегда хочется побыстрее закончить. Особенно аниматоры и арт-директора. Побыстрее всем показать. Вот, да. И я реально прямо уперся, и мне не кайф было перерисовывать этот огонь. Вот. Но потом в какой-то момент я понял, что, блин, ну ладно, перерисую. Сел, перерисовал. И просто сам кайфуешь от того, что потом, ну, тебе просто самому нравится. Вот. А еще про эту машинку. И я хотел сказать такую штуку, что в анимации очень важен вообще ритм. Почему перед этим была надпись о ритме. Например, вот здесь восемь кадров. Восемь. Количество кадров. Вот, да. Здесь уже восемь кадров. Вот. Но здесь это восемь кадров потому, что, например, этот чувак двигается каждые, по-моему, два кадра. Или там четыре кадра чувак двигается. Потом вот эта штучка маленькая змея красная, она чуть-чуть быстрее двигается, чем он. А, я вру. Чуть-чуть медленнее. И потом вот эта вот еще штука с кровью, она еще медленнее. И получается, что у вас в одной картинке там несколько разных ритмов. И от этого она полноценно смотрится. И поэтому это вообще, по-моему, классная самая машина. Водитель, кстати, вообще не двигается. Да. Вот. Окей. Короче, вот, значит, это и будет восемь кадров в фотошопе. Вот. А потом Женя нарисовал Bigfoot. У нас следующий был на очереди Bigfoot. Да. И мы его забраковали. Я его пронимировал. И забраковал. Вот. И я говорю, Женя, он вообще уродский. И перерисуй его, потому что он вообще мне не нравится. Синяя какая-то штука мигает. Вот. И я сам нарисовал. И перерисовал опять в Hot Wheels, блин. Я сам нарисовал потом. Да. И вот. И Женя говорит, блин, это, короче, Walt Disney. Что ты мне нарисовал? У нас должно быть такое все, типа трэш, такой гранж. Вот. И мы, короче, с ним долго долбились. И в итоге мы вообще не выложили. Ну, то есть это… Мы никому не показывали. Вот. Так что, да, короче, бывает у всех факапы. Так все равно его нафиг, давай дальше. Да. Ну и мы почему-то решили, ну его нафиг. Вот. И стали рисовать следующую машинку. Самая интересная тачка в плане сложности. До хрена деталей. Тут, кстати, очень легко из пикселя уйти просто в растровую картинку из-за большого количества пикселей. Но вроде как получилось… Да. Это то, что прислал мне Женя. Я тут… И это, кстати, единственная картинка, которая начала политический срач, как многие любят. Вот как вы думаете, что тут может вызвать флаг? Да, наверное. Флаг. Почему? Ну я даже не хочу здесь начинать это все. А вот… Я сделал анимацию. А вот, кстати, как Миша анимирует. Посмотрите на этих чуваков. Я сделал анимацию… А включи них, чтобы… Не-не-не, ну двигатель вон классно же сделан, мне кажется. Потом сделали… Круче еще. О-о-о. Здесь… Я Жене присылаю, Женя говорит, вообще четко, блин, выкладывай. Только говорит, не знаю, что-то чуваки не нравится, вот. Ну и потом ладно, типа давай доделаем, короче. Ну и все равно Женя остался недоволен, говорит, там кузов сцеплен. Что ты вообще сделал? Да, вот кузов должен быть суэльный, да, а ты их развалил. А я говорю, да так эффектней. Ну вот я не знаю, короче, кто верит. Ну вот, конечно, пыль от такого большого колеса, это я что-то не рассчитал. Ну да, сфалтурил. Вот, да. Ну, Женя, так что про флаги? Ну, в общем, нас углядели, что Миллер националист, который пропагандирует какие-то националистические партии в соседних странах. Правый сектор, да. Людик нарисовали. Ну, мы не стали перерисовывать. Да, ну, в общем, да. Вот. Ну, в общем, здесь тоже куча ритмов, там клапаны очень быстро двигаются, этот стреляет там раз. Здесь тоже 8, наверное, кадров, а может 16, не помню уже. Да, здесь уже достаточно много. И вот на чуваков, если смотреть, они уже совершенно по-другому нарисованы, они совершенно по-другому двигаются. Ну, то есть все, все мы усложняли. Килл растет у аниматора. А, да, вот, кстати, это то, что мы не сделали, потому что мы ленивые, извиняюсь, жопы. Да, там женщины, помните, на мотоциклах были? Да, бабушки, мы их называли бабки. Они должны были на байках ехать и стрелять с ружей. Да, мы их не сделали. А вот это то, чего, кстати, у нас, сколько у нас, я похвастаюсь, у нас, сколько там комментариев? Я не знаю. Ну, короче, очень-очень много комментариев и все ждали чувака. Да, все пишут, чуваки, ну когда вы гитариста выложите? Типа, а что вы это все говно выкладываете? Выложите уже то, чего все ждут. И мы до сих пор не выложили. Да, ну на самом деле гитарист в процессе. Да, мы… Да, это тоже картинка того, как Женя вымерял размеры и все такое. В общем, материал, как мы искали, пропорции, потому что в фильме достаточно сложно было так сходу понять, какой чувак по отношению к этой фуре. И эту фуру мы тоже не выложили, потому что она не влезла бы в дрибл. Я, кстати, до сих пор не разобрался, как в дрибле картинки постить. Если кто инвайт пришлет, буду благодарен. Это вот то, что пошло после… Не, не, ты далеко. Знаете, что это слово значит? Нет? Я, кстати, не знаю правильно, Каджима или Кадзима, но вот этот вот товарищ, мой кумир, который в детстве играл его игрушки, сказал… Ну, короче, там всякие были репосты, всякие вот эти… Да, вот это все выкладывали. В общем, мы не ожидали, на самом деле, потому что… Потом выложили в Катаку. Если кто знает, что такое Катаку, то вот выложили в Катаку. Вот, да. И потом Женя, значит, сидит в деревне. Где ты сидел в деревне? Блин, я в сельском туалете сидел с айфоном, просматривал ленту твиттера и потом увидел вот то имя – Хидео Кадзима. Я выбежал из туалета. Соседи не оценили. Я представлял в это время, как Хидео сидит в своем стеклянном небоскребе, в своих деревянных тапках под сетом Сакур и ретвитит наш арт. А я от мух газетками отмахиваю. В общем, да. Ты в детстве играешь в игры и тебе кажется, что это недопустимое к тебе, какая-то недопустимый человек, да. А потом просто маленький ретвит, но, блин, для Жени это просто было нереальное счастье. Из-за которых соседи меня больше не пускают к себе на дачу. В общем, так мы кайфанули. Наша хорошая подруга потом сделала Жене подарок. Это очень круто, кстати, когда твой диджитал воплощается как-то в аналоговых отображениях. И куча работы. А, вот это вообще коры, ребята. Это турки. Вы поняли, да? В Турции напечатали майки. Этот чувак присылает мне сообщение. Чувак, не хочешь купить маечку? И присылает мне вот это. Я ему говорю, чувак, да, круто. И я первый раз воспользовался возможность сказать кому-нибудь, да я засужу тебя. Короче, не знаю. Мы в Турции не были, но фиг знает. Он сказал, что своему брату на день рождения напечатал. Я не знаю, может они сейчас массово ходят в этих майках. В Турции давно не был. Туда сейчас, по-моему, нельзя, да? То есть даже не проверишь уже. Это вообще, на самом деле, по-моему, самое офигенное признание того, что ты что-то делаешь, когда турки печатают твои майки. Господи. Да, примерно так. Спасибо, друзья. Если кто-нибудь что-нибудь хочет спросить, мы можем ответить. Да, это было очень круто. Я думаю, вопросов будет много, да? Чтобы далеко не ходить пока. Спасибо большое за доклад. Спасибо вам. Мне всегда восхищала такая работа. И очень интересно, сколько у вас времени уходило на одну машину, именно на анимацию? Жень. О, в начале, когда просто начинаешь в каком-то новом стиле, я тут просто от балды рисовал. Все. И в начале достаточно долго, но в конце. Зависит от машины, зависит от количества пикселей, но в среднем я где-то за вечер рисовал машинку. Прошел год, да. Мы нарисовали сколько машинок. Он все врет. Не знаю, он все врет. Мы несколько машинок нарисовали. По сути, мне стыдно говорить. Ну да, на одну где-то уходил день на отрисовку, а Петрик анимировал, да. Там могло и месяц уйти. Не-не, на самом деле все это можно быстро сделать. Просто, не знаю, как всегда лень. А, ну, конечно, у всех есть работа, все мы работаем, а это же мы просто по вечерам. Вот. На самом деле можно заанимировать, наверное, за день. Ну, два дня максимум. Ну, там подвигал, да, все, естественно, сесть. Вот. На самом деле ничего сложного нет. Вот. И это как вышивание. Если кто-то вышивал, особенно из парней, если кто-то вышивал, ты такой, знаете, у меня просто в универе у нас был гобелен. У нас был… Ты делал гобелен? Не, я хочу сказать. Вот. У нас был гобелен, вот. И мы, короче, расческами, там, такие штучки натянутые. И ты начинаешь, как бы сначала ты такой, блин, я же мужик. Вот. А потом ты начинаешь и как-то так успокаиваешься, чувствуешь вселенную, звезды, космос. Вот. И на самом деле это очень близко к этому. То есть ты просто ставишь пиксель, типа, и он такой, не знаю, А, все, все, ответ. День добрый. Вопрос у меня такого характера. Почему вы выбрали фотошоп для выполнения этой работы? Есть ли какие-то программы, скажем, векторные, может быть, в которых это было бы тоже возможно сделать? Для анимации или для отрисовки? Отрисовки. А, ну, фотошоп. Ну да. Да нет, на самом деле фотошоп, потому что исчерпывающий, дает все, что тебе надо. Потому что какой бы редактор не залез, я имею в виду бесплатные пиксельные, растровые редакторы, все время чего-то не хватает. То там каких-то иерархий слоев нету, то эффектов чего-то. А тут просто в нем всегда работали. Мы все дизайнеры, я думаю, тут все хоть раз его запускали. Просто комфортнее в нем. А для анимации вот сейчас скажем. Да, я хотел сказать насчет этого вопроса более глубинную штуку. У меня был друг в детстве, который говорил, дайте мне миллион, я открою скейт-парк. Вот. И мне как-то мама так воспитала, что надо типа пойти сначала семечками поторговать, потом жвачками поторговать, потом типа какими-нибудь конвертами, потом в конце 90-е. Да, потом какие-нибудь конвертами, потом еще что-то, а потом у тебя миллионы, потом ты открываешь скейт-парк. И поэтому я к чему это все веду? К тому, что на самом деле пофигу. Ну типа ты делаешь и… Главное, чтобы ты делал. Ну типа технологии, ну да, можно в этой, в этой проще, можно в этой. Но, блин, не знаю, я купил фотошоп и вот на нем рисую. Спасибо. Ребят, спасибо вообще за то, что вы сделали. Очень удивлен, что это русские ребята сделали. И такой меркантильный вопрос. По факту вы делали это для себя. Как-то это в итоге монетизировалось или нет? Да, это монетизировалось очень круто. Это монетизировалось в основном… А, нет, для нас обоих, но для Жени больше. Он сейчас это расскажет, я просто уже скажу свое. Во-первых, продюсер дважды два нас вызвал к себе в Амедиа. И говорит, чуваки… Нам Огурцова видели, знаете. В общем, да. И говорит там, сейчас, короче, там что-то такое. Я говорю, ну к чему? Он говорит, ну к чему? А мы там выпустим. Ну и, короче, непонятно. Но нам куча людей писали. Вот. Мне продолжают говорить, вот там сделали классный Mad Max. Вот нам нужно в стиле Mad Max. Вот. И продолжаем рисовать. Я просто сам… Наша студия, Петрик, если, может быть, кто-нибудь видел что-нибудь такое. Вот. Мы делаем все минималистично. И, по сути, пиксель-арт – это просто тоже один из стилей минималистичный. Вот. Я в него всегда был влюблен. Вот. Но просто благодаря Жене я как бы стал в него включен. Вот. И сейчас наша студия тоже как какая-то часть студии делает пиксель-арт. Так получилось. И я кайфую от этого. Вот. Для меня в этом монетизация. Ну то есть в прямом смысле не было никаких денег. Вот. Но были просто последствия. А для Жени вообще последствия. На самом деле нам никто не дал денег просто. Ну это понятно. Я имею в виду вообще в целом после этой истории. Мы делали… Я пытался, так как я игрушки пилим. Я делал несколько игровых прототипков. Хотели раннер для мобилок сделать и прочее. Правда нам сказали, что нас похоронят за права и прочее. Но в итоге не выросло. И в принципе проект никуда не пошел. То есть просто сался артом. Но так как он разбежался по сети, я какое-то время сходил с ума от писем на английском. А я английский не знаю толком. И фактически я сейчас кушаю. Я сейчас здесь сытый стою. Потому что вот мы нарисовали вот эту штуку. Вот видите чибургер как раз. И фактически это принесло просто заказы. Банально. То есть у меня пиксель вообще думал некуда толкать. А как оказалось достаточно много. Надо просто такой проект, чтобы… Вот такой. Так что монетизация для меня это заказы. Да. И еще Женя когда приезжал, он был очень расстроенным. Он ходил на геймдевы. Как называется? Гейм… Ну короче на все эти собрания гейммейкеров. Вот. И… Я извиняюсь, если кого обидел. Вот. И он туда приходил и он типа так ходил там. Там звезды все. Все такие крутые. И он типа привет, я там… Вот. Они такие… Окей. Вот. А теперь он заходит туда и все такие типа это ты делал, чувак. Это ты делал, чувак. Like a boss. И ситуация перевернулась. И блин. Вот. Да. Такой результат в основном. Ну то есть он просто в кайфе. Вот. В драйве и еще. А на самом деле нам типа всем людям для части в первую очередь это и надо. Спасибо. Вам спасибо. Вам спасибо. Последний вопрос. Парни, спасибо за выступление. Очень познавательно. Вопрос про цветовую палитру. Как вы боролись с цветами? Потому что я так понимаю, что ты… Ну тяжело править цвета отдельных пикселей. Здесь много бликов, рефлексов. И как собирали палитру? Как работали вообще? Делали цветокор после того, как рисовали? Ох. По цветам? Я просто шапки половину не слышал. То есть то, что пиксель сложно, если что, переделать капитально. Да, да. Да, на самом деле не так уж сложно. На самом деле в пиксель арте много допущений, которые наоборот позволяют облегчить кое-что. Не, вру, сложно, да. Это были шейпы или вы чисто пикселями рисовали? Не, все ручным трудом. Карандаш как основной инструмент. Хорошо, что можно рисовать на чем угодно, но да, геморрой был. Но мы капитально, по-моему, ничего не меняли толком. Я всегда изначально рисовал не в каких-то конкретных палитрах, а беру прям цвета тупо пипеткой с рефа, чтобы максимально реалистично было приблизить. И поэтому сразу было более-менее то, что надо. Потом Миша извращался с этим, но я не хочу знать про это. На самом деле он рисовал как хотел, но все дизайнеры и художники знают, что чем меньше цветов, тем лучше. Вот и просто в фотошопе там есть типа файл save us for web. Там можно 16 цветов указать и все классно. А так, да, Женя рисовал. У Жени такой, он всегда почему-то серый, серый такой немножечко тональность у него. Я все пытался раскрасить, раскрасить, что-то нарисовать. Но вы видели там все это разноцветное. А сколько в итоге в среднем цветов? Сколько в среднем цветов? Да. Блин. Мы на эту тему не заморачивались. А вообще это секрет, я не скажу. Спасибо. Спасибо. Спасибо, парни. Это очень круто было. У нас же там для лучших спикеров часы разыгрываются, я думаю, как бы явный кандидат на победу в этом всем. Парни, вспомните два лучших опроса, на которые мы книжки подарим. Да, можно? Давай. Годится, но мы не против. Ну а второй Миша, да? А второй под цвет, да. Спасибо еще раз, парни. Спасибо. 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 Спасибо.